В очередной раз из-за неблагоприятных погодных условий страдают жители города. На улице 10-я линия порывом ветра сломала сук, который повредил три автомобиля. На парковке для автомобилей рядом с домом номер 35 на улице 10-я линия примерно в 9 часов 30 минут произошло происшествие. С дерева упала огромная ветка и повредила три легковые машины. Собственник одного из транспортных средств утверждает, что это не единичный случай. Автовладельцы, пользующиеся стоянками на этой улице, часто становятся жертвами погодных стихий. После сильного ветра вышла и увидела вот эту прекрасную картину, что огромный сучок упал на мою машину и близлежащие. У меня пробило крышу, голововое стекло треснуло, капот весь покорябало, у соседних машин тоже увечья. К сожалению, это сучки летают в нашем районе не первый раз. При сильных ветрах никто не опиливает, не следит за этим. Всем все равно. Упавший сук причинил автомобилю несколько серьезных повреждений. Для того, чтобы их устранить, хозяйке машины придется потратить значительную сумму денежных средств. В сложившейся ситуации страховая компания не будет выплачивать денежную компенсацию, потому что это не страховой случай. Пострадавшая женщина намерена взыскать деньги на ремонт своего автомобиля с управляющей компанией, обслуживающей улицу этого района. В этот раз получилась очень серьезная ситуация. То есть я, конечно, не оставлю это все просто так, и пускай мне заплатят за ремонт автомобиля. Жители многоэтажных домов на этой улице утверждают, что неоднократно обращались в жилищно-управляющую компанию по вопросу спила старых деревьев. Но никаких мер предпринято не было. По их словам, после сильного ветра практически вся улица усеяна отломанными сучками и ветками. Уже много лет у нас висят деревья на проезжую часть. Машины разгружаются, они задевают деревья, шатаются. Деревья по 60 с лишним годов. Они вон все гнилые, все деревья гнилые. Кому не обращаешься, это не наш дел, не хотят пилить. В весенние и осенние периоды сильные порывы ветра в Рязани наблюдаются особенно часто. Это связано с изменяющимся температурным режимом. Автовладельцы и местные жители улицы 10-я линия надеются, что местная управляющая компания наконец-то обратит внимание на плохое состояние многих деревьев на этой улице. И сложившаяся ситуация с падающими ветками в корне изменится.